Когда Лёша Москалёв сказал, что он устраивает большой open-air фестиваль в Подмосковье, я, ну, наверное, пару дней я пококетничала, сказала, что я подумаю, но внутри меня созрело сразу решение, я поняла, что я этого хочу. Я люблю эти летние выездные мероприятия, я ужасно люблю слушать музыку на улице. Это какое-то совершенно другое ощущение по сравнению с залом, потому что когда ты соотносишься с вечереющим небом, с солнцем, которым садится, ты можешь орать в самое небо, не боясь оглушить своего соседа. Это совсем особенный заряд, и мне кажется, эта атмосфера тут сразу есть, хотя я ещё ничего не видела, только что закончился мой мастер-класс. Я решила рискнуть и взять совершенно новую тему, потому что знала, что приедут студийцы, которые знают меня больше 10 лет. И мне так ужасно не хотелось что-то делать из старого арсенала, что я взяла тему, которую придумала прямо здесь. Я приехала за три часа до мероприятия, закрылась там где-то в лесах, и придумала, мне кажется, очень перспективную историю. Это, честно, был тест, то есть это могло не пойти запросто, я рисковала. Но, мне кажется, нам удалось. Мы сыграли со студийцами в игру Guilty Pleasure. Это когда каждый на суд остальных, то есть все участники голосуют за или против, выставляют песню, от которой он испытывает истинное тайное удовольствие и одновременно жуткий грёбаный стыд. И, ребят, там было много очень жарких композиций, энергия очень сильно поднялась. И на основе этой игры там был целый практикум и психологический, и разговаривали, много размышляли. И ребята сказали, что что-то новое для них открылось в их мышлении. Возможно, это нас вытолкнет на какую-то новую волну, когда мы будем вместе подбирать материал для будущих выступлений. Так что мы не зря привели этот час, я очень довольна. Нет, ну я желаю Лёше, ну как всегда, чтобы фестиваль привлекал не только участников Сигнона, но чтобы вот эта атмосфера, то, что называется сейчас вайбом, то есть тот уровень мастер-классов и выступлений на сценах был настолько значимым, чтобы к Лёше потянулась простая аудитория. И это пронесло ему не только успех внутри нашего маленького сообщества, но и вне его. Лёш, коммерческий успех. Вперед!